Девочки мои дорогие, сейчас буду хвастаться, посмотрите какой на мне красивый комбинезон, и это еще не все. Сейчас вам покажу вещи этого классного русского бренда. Очень классная модель, я как получила этот комбинезон, заказала сразу еще в другом цвете, здесь такие брючки палацци, сверху закрытая горловина, и это тески. Ткань не мнется. Мы приехали на новый новый объект премиум-класса в Дианочке. Это менеджер в Кондерсер Хаус, наш топ-менеджер. Сегодня мы будем вам снимать инфраструктуру и квартиры, какие здесь есть. Следите за рабочей страничкой. Подписывайтесь, кто не подписывает. Да, мы для вас там очень стараемся. Снимать атмосферу онлайн, ну и, конечно же, объект, который есть сейчас на рынке. Под застройщик, как все цены от застройщика. Что всем хорошего нет? Всем привет, у меня сегодня рабочий день в разгаре. Снимаем с Дашей ролик на YouTube-канал. Слушайте, мы в такой классный комплекс приехали. Вот здесь даже в береге насекло. Ребят, ну даже не знала, как объяснить. Но я очень голодна. Это все мне. Вообще. Ну, не съем, так сказать. С тобой заберу. Я буду ждать. Да. Снимаем. Вывод такой. Гораздо легче поддерживать свой вес. Чем потом сбрасывать. Я помню, как я хотела есть, когда сбрасывала вес. Какой-то был стресс. Ну и вообще, просто следим. Если вы чувствуете, что начали много-много-много есть, стопе, стопи. Видите, как много всего я заказала. Изначально я хотела заказать только два вот этих продукта. Но там, знаете, уже поехала, пошла и поехала. В общем, про все сейчас по-быстренькому. Сейчас я вам расскажу. Но начну вот с этих топовых продуктов, которые я уже проверила. Это крем... Экватор с маслом ши очень хорошо. Хорошо увлажняет кожу. У меня сейчас кожа очень сухая. И вот я его очень полюбила на зимний период. Использовать очень классный. Прям увлажняет моментально. Вообще масло ши... Она вообще лучшая для кожи. Именно в такой зимний период. Сыворотка просто огонь. Она... Она двухфазная для сухой обезвоженной кожи. Мне она очень нравится. После нее... Вот этот крем. Это все проверенные продукты. Крем для лица. Это, кстати, скатка. То есть, вот скрабировать кожу лица я не советую. Вот скраб-скатка. Вот этот... Обалденный. Кожу тела я скрабирую. Такие... Скрабы. Они разных ароматов. На этот раз я... ...зелала такой цитрусовый. До этого у меня киви вот стоит сейчас в ванной. Этот крем под глаза. Очень питательный. Такой, знаете... ...передает прям сияние. Ну и, конечно же... ...корейские масочки. А, еще... Кое-что сейчас вам покажу. Умывалка для лица. Вы знаете, как это... ...важно правильно очищать лицо. Не травмировать кожу, не сушить лицо. Не травмировать кожу, не сушить лицо. Не сушить ее. Ну, зимой особенно важно. И вот такой классный крем для рук. Я его хочу носить вообще с собой. Вот эти ночные маски для лица, кстати, в общем, чего только нет. Вот, советую. В этом корейском магазин с корейской косметики привезли. И мне в Аланию, Истамбуле буквально за два дня. Я хочу выставлять в свою новую добычу, в свои владения. А еще, смотрите, как это выглядит. Прикольно сыворотка. Ее, кстати... Перед нанесением нужно устрахивать. Класс. Залипашка. Мы в банке. Как на удивление, очереди нет. Ну, потому что до этого летом приезжали. Я часто стояла здесь в очереди, чтобы получить карту. Новую. Вот, а сейчас просто никого нет. Меня, конечно, радует. Все свои дела сделали. Буквально... ...быстро. Ю-ху! ... ... Продолжение следует... 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 Кудись Кудись Покиньте Покиньте Кудись У нас барабулька А тут у нас Сеньор постоет с кузи бон аппетит вкусненько? си си бенна, бенна борьба за маркаронина сегодня в Алании 10 раз изменилась погода с утра был дождь потом были волны, дождь прошел затем было солнце что можно было загорать прям жара, жара, жара а сейчас опять какой-то налетел ураган ураган прошел и опять походу сейчас будет солнце как? у Алании ПМС а еще сегодня хочу продолжить love story расскажу вам про первую свою беременность когда я ходила беременная Артема про такие моменты, которые я еще вам не рассказывала и они были достаточно ну, сумер для меня и морально и физически то есть так же я лежала на сохранении в общем, сегодня напишу все по этому поводу вообще как, что было то, чего не показывали в эфирах естественно, потому что ну, это такое личное было совсем гадать тоже завтра будет на завтрак просто попробуйте отгадать у меня у меня и это что-то я это что-то это Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы решили зайти за тортиком в семейную лапочку. Здесь тоже, кстати, недалеко продается. Здесь сами пекут. И, собственно говоря, я решила взять такой тортик. Как-то дурацкая себя чувствую сейчас. Ну, почти все готово. Пойдемте украшать. Не уверена, что мне хватит этих шариков, но в машину больше не влезет. Погнали. И еще надо фотки распечатать. Просто машина любви. Ну, как я буду ехать? Как-то поеду. Кстати, костюмчик я взяла. Сегодня будем прикалывать с Матерьем Ивановичем. Ю-ху! Все, погнали. Итак, процесс приготовления идет. Тортик сейчас в холодильник. Клубничку надо намыть. Подарок готов! Я прям в абсолютную реакцию. Кстати, вот эти вот штучки использую в итоге не по назначению. Потому что, видите, мне никак больше не могла шарики прицепить. Вот. Ну, в общем-то, потом в итоге покажу вам, что получится. Погодка в Алании, конечно, обманчивая. Выходишь, тебе жарко. Я вот вышла в одном таком тонком комбинезончике. Замерзла. Ну, зато приобрелась и курточку новую. Какой-нибудь крутой жесть. Потому что в тенечке прохладно. Короче, на солнце жарко. Прям жарко. Сейчас мне уже жарко. Все на солнышко вышло. А вот так в тенечек и все. И холодно. Пошла перекусить. Посмотрите, какое блюдо мне интересно принесли. Такая идея просто интересная. Надо запомнить. Смотрите, в рыбке запекли спаржу. Очень вкусно, кстати, получается вообще. Хорошая идея. Надо брать на заметочку хозяйке. В общем-то, какая вкусняшка. Я заказала суши в лучшем сервисе в Алании. Просто обожаю их суши. Они большие, они такие красивые, сочные. Всегда свежая рыбка. Попробуйте обязательно запеченные вот эти роллы. Специально вот эти еще не достала упаковки, чтобы вам показать, в какой удобной они упаковке приходят. И еще даже свечки положили сегодня в честь праздника. Прикольно. Ну и, конечно, все наборы. Пицца. Особое внимание обратите на их пиццу. Просто неверно. В общем-то, у нас все готово. Прицепила от Давидика поздравления. И от Артемчика. Он английского написал. Ну и сладенькие. Все готово. Привет! Привет, косточка. Спасибо, сладенькая. Где ты по столу был, без нее? Ой, с праздником тебя очень люблю. Спасибо. Вы такие необычные голубенькие. Ну, в Турции все необычные. Я сейчас необычные. Где ты их раздеваешься? Ой, красавчик. Поли нарвала. Еду, говорю, остановись, шофер. Пошел, нарвал, короче, полик. Ну, сладенький. Все, я чемодан. А, чемодан здесь. Мурава. Мурава. Все. Вот цвет чемодана, розочки. Большой же такой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Привет, привет, привет. На тебе, на тебе. На тебе, на тебе. Привет, привет, привет. Как дела? Я тебя долго ждал тоже. В шумном зале ресторана Среди веселья и обмана Пристань загулявшего поэта А еще мы у нас в магазине отшли плазмные костюмы. Это пижамный костюм. Позже вам их покажу все полностью. Вечерки я делала ремешок вместо байницы, когда сюда делала другое. Они такие крутые, не понимаете? Папульный, самый главный подарок тебе на 23 февраля. Пакетики, да, положила. Прищепочки такие интересные. Да, видишь. Фартук, что ли? Не знаю, открой, посмотри. Это что за прикол, мать? Ну, открой, посмотри. Там есть инструкция, как одевать. Фуня. До лучших времен она оставила. Почему до лучших? Примерять не будешь? Она это... Креативит. А примерять не будешь? Креативная. Ой, креативная. Примерять не будешь? Пока. 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 Ребята, не знаю, с чем это связано, но многие мне задают вопрос, как делать вот такие кудры. Вообще, они очень легко делаются, и делаю я их с целью того, чтобы казалось, что у меня больше волос. Потому что у меня после ковида они прям пострадали, пообламывались. И просто я делаю... Эта укладочка делается буквально, ну, не знаю, что за сетем, минут пять максимум. Сейчас я вам покажу, как я ее делаю, потому что вы спрашиваете, собственно говоря. Поехали. Все, что нам понадобится, это плойка. Я вот купила вот такую. Обычная любая расческа и обязательно средства для защиты волос. Вот это очень важно, девочки, не забываем. Еще я иногда делаю кудры на бигуди, но это я покажу в следующий раз. Это... Более щадящий способ, даже, кстати, более эффектный, но просто у меня сейчас нет времени. Пододвинула поближе камеру, чтобы было вам хорошо видно. Каждую прядь просто прочесываем. Плойка, кстати, может быть разных размеров. Если у вас волосы подлиннее, то лучше использовать более крупную. Вот так наносим. Я кончик вот так немножко подделаю, чтобы он не был прям закругленным. Они потом еще подраспустятся. И видите, он так раз, эть, не просто соплей висит. Ну, сейчас выглядит как будто соплей, а он будет, когда распушится, будет очень прикольно выглядеть. Таким образом. Все пряди завиты. Теперь я просто вот таким образом их разбираю. Можно ободок, можно за ушко. Собственно говоря, все. В готовом образе, собственно говоря, вот такая укладочка. Можно здесь, кстати, за ушком как-то интересно заколоть. И сейчас еще расскажу про эти костюмы. Тижамные костюмы обалденные, которые мы отшили. Так, ну а сейчас мы едем за детками. Они попросили нас забрать пораньше с садика и школы. Хитрюшки. Ну, понятно, что они соскучились, конечно, по папе. И мне скоро на работу ехать. Я уже заранее по ним скучаю. Так, идем в садик. Давидика пообещали сегодня пораньше забрать. Наверное. А вот он нас уже ждет. Привет! Вот он, приветулики. Ладно. Привет. Привет. Папа, папочка. Ты что так тепло одет? Ты чего так тепло одели? Шапочку одели. Шапочку одели, да? Деток забрали, успели сгонять на почту. Забрала свои полосочки отбеливающие Орл Про. Всегда заказываю по несколько. Одну сейчас открыла. Буду одевать. Удивлять. Удивлять всех, кто едет рядом. Кстати, для того, чтобы заказать, вы переходите по ссылочке Озон, потому что очень важно заказывать именно оригиналы. Вот здесь оригиналы. Вот. Голоснервная улыбка вам обеспечена. Сейчас я вообще-то буду сначала вот такой. Есть вещи, к которым в Курции сложно привыкнуть. Но это размер порции. Сказал, что из женицы там три куска мяса просто. Я сегодня здесь. Залат. Ну, просто на всех платят. Ну, и порожки. Так, девочки. Вот мои костюмчики. Сегодня была в зеленом. Вчера в желтеньком. А завтра буду в синим. Не хочу их даже снимать. Здесь сейчас фото приложу, как они выглядят на мне. Совсем скоро мы уже их отправили на Валборис. Совсем скоро они будут в продаже Валборис. Пока они в доступе, можно купить в пынзи-рум. Они такие классные. Ткань не мнется. Просто вообще. Завтра в синим фото приложу. А пока только вот эти два цвета. В общем-то, хочу что? О чем я вообще говорю? Хочу разыграть завтра для своих подписчиков один из них. Скажите, какой цвет разыгрывать. Именно в сторис разыграю. Прямо вот за буквально за пять часов. Подарю кому-то. Ну, конечно, в магазине на Валборис у нас уже загружено много моделей. Вот, например, такой костюм-тройка с курткой на флисе. То есть в магазине их все разобрали сразу же. Потому что те, кто может прийти к нам в Москве, они сразу оценили качество. И посадку. Они очень теплые, вьюзные. Сейчас на вечер я переоделась. Пока Сергей с детьми на боксе. Я переоделась. Вот на Валборис они у нас еще остались в разных цветах. Я жалею, что себе забрала только в белом. Потому что там и фиолетовый нереально. И изумрудный. И, в общем, сами смотрите, заходите. Там много моделей, много цветов. Вот, ну все, я готова. На вечеринке променад. Вдоль морюшка-то. Я решила сделать тартар сегодня. И включила себе снял. Так это правда, что ты пытался... Погнали. Так, вот такой тартарчик получился. Я крес добавила и в саму рыбку. Ну, только в саму рыбку добавила. А вот такой савелье получился. Погнали сейчас будут пробовать. Сейчас будут пробовать. Давай. Там у нас такое авокадо. Ой. Ой, луй. Лук. Красный я добавила. Ммм, мамуля. Не, он правда вкусный. Белиссимо. Божественно. Вот я теперь, знаете, что еще поняла? Что тартар надо делать только дома. Потому что там такая должна быть обработка рыбки. Просто бомбически, мам. У меня просто еще обработка рыбки должна быть правильная. Да, чтобы без листомания. Некоторую сырую, да, сырую прям нарезать, мне кажется. Короче, это все мое? Да. Или меня там тоже есть. Ах, супер. И хлебцы вкусненькие. Смотри, как вкусно. В общем, он такой, знаешь, прям свежий. Ощущение свежести. Потому что вот прям там есть вот этот авокадо вкусный, рыбка свежая, просто. Да, и все с рыночка. Ммм, луч. Весна. Девочки, сейчас у меня будет маникюр, пятикюр. Какой цвет выбрать? Берем красный. Живите, отрохрон. Надо менять какое настроение. Ну, вы поняли, по-моему, настроение салатовое. Потом же я в Москве. Выбрала ярко-оранжевый. Какой классный. Прям оранжевое настроение у меня. Ну что, начинаем наш конкурс. На следующую сториз жду ваших реакций. Выберем случайным образом. Естественно, чем больше будет реакций, тем больше ваши шансы выиграть вот такой костюм. Либо желтый, либо зеленый. Всем желаю удачи. Правило только одно. Быть подписанным на меня и реагировать на следующую сториз. Вот сейчас я ее приложу побольше огоньков. И буквально через 6 часов я подарю уже кому-то костюмчик. Спасибо. Погода, знаете, такая двоякая. Мне хватит, скорее всего, на расчет. В данный момент меня в себе все устраивает. Но если вдруг что-то перестанет устраивать, я пойду изменю это. В этом ничего не вижу плохого. Это, в конце концов, мое тело. И делаю с ним все, что он считает нужным. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, начинаем, заходим в наши эмоции. Больше всего огонечков, значит, выбираем в огонечках. Итак, все, Тема, давай, вот я своей рукой прям мотай, 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 в самый низ, в самый верх, прям по-разному, по-всякому, по-разному. И прям куда тыкнешь? Куда тыкнешь? Ага, вот у нас победительница. Коваленко Ольга, Коваленко Ольга 651. Так, все, ей идет костюмчик. Тема, поздравляю, поздравляю, ты выбрал. Поздравляю вас. Пока старшеньки там собирают. Малашеньки тут тапочки его носит. Да видосик, а тебе не кажется, что ты их немножко неправильно одел? Ты че, надылся? Да. Почему? Никто не хочет играть. Никто не хочет? Я хочу. Давай играть с тобой. Ты хочешь с Артемом просто и не знаешь, как его просить, да? Артем, ну, по-моему, хочет с тобой играть очень сильно. А что хотите играть? Я хочу еще бомбинтон. Бомбинтон. Ой, это мое солнышко. Видишь, бомбинтон, срочно. Все обожают Бейонсе. Вкусные какие-то ароматы. Чем бы тебя не тешило. Поворачивайся. Ребят, есть вещи, на которые, ну, невозможно не обращать внимания. Мы пришли на дикий пляж. Мы выбрали себе чистое место, естественно. За собой все убрали, весь мусор. Более того, я несколько раз ходила убрать мусор за другими людьми, потому что... Ну, вот какой свиньей надо быть, чтобы это все оставлять. Здесь урна максимально близко. Просто нужно вот туда подняться. То есть я за другими какими-то людьми сходила, это сделала. Но я не могу чисто физически убрать весь пляж. Прямо вообще максимально. Но нет слов. Ну, чтобы вы понимали, урна просто вот под боком. Вот там мы были. Подняться буквально две минуты, и вот вам урна. Всем доброго дня. Мы с вами сейчас поедем в приключения. Настоящее. В общем-то, вообще-то сегодня были планы поработать. Но так как я завтра уже улетаю и буду работать в Москве. Достаточно долго, каждый день. В течение 20 дней без выходных. Абсолютно. Поэтому сегодня мы решили поедать в приключение. А куда, ну, собственно говоря, будем, конечно, вам показывать. Ну что, наше путешествие продолжается. Мы остановились на таком рыночке фермерский. Сейчас возьмем за вот дорожку каких-то вкусняшек. Кстати, варенье, мед еще можно купить, орешек. Очень много. Продавец разговаривает по-русски. Берем с собой яблоки, мандарины и вот эти помидорки я взяла. Я их обожаю. Они прям очень вкусные, эти вот такие темненькие. Предложил угостить нас чаем, но мы отказались, потому что мы хотим уже побыстрее ехать. Вот эту штучку я ни разу не пробовала. Он сказал, если у вас с сахар, это проблема. У меня, кстати, были проблемы с сахаром. Надо взять попробовать, прям интересно. Попробуем, что же это такое вообще. Интересный вкус. Что-то между дыней и сливой. Вкусная, мне нравится. Такой интересный маршрут с зигзагами. То есть, если вы склоны к укачиваете, то берите с собой какие-то конфетки. Зато здесь много таких кафешек, где можно с красивым видом... Наши бит уже такая. Такой интересный супчик у меня куриный. Стащики Редури. Офиг. Спасибо. Вообще, я такое еще не видела. Останялись в горной кафешке, прям в деревне. Семейное кафешке. А я вам скажу, гладите еще? Там хлеба, сварь, грустный таз. Ага, отыщу. Песьма необычно. Курино. Плюс восемь, солнышко. И снежок. Вот такой он. Простящий. Вот так выглядит городок высоко в гора. Все постройки невысокие. Буквально несколько этажей. Здесь у нас погода плюс пять. Ну что, мы зашли в местное кафе. Ну как бы на берегу озера. Гришнонец есть рыбку. Да, но я просто не знала, что так полу пронесут. Это сазанчик. Он огромный. В Среди Ивановичке есть сазанчик. В общем-то, да, это реально на неделю. Я такой, за раз не ем. Где ты моя красавица? В общем, рассказываю. Мышка дралась, повредила себе в драке глаз. Она очень любит людей. Очень тактильная к людям. Но бьет всех котов в округе. И даже собак маленьких. Вообще-то, что такое? Мышань в твоем-то возрасте. Теперь капать глаз не надо. Она не хочет вдаваться. А еще, смотрите, новая беседка появилась. Потом я вам расскажу. Классная. Надо там барбеку будет заметить. Ну, а теперь момент, который я реально ждала. Кайф. А потом все дела. И пусть весь мир куда ждет, как говорится. Как видите... Да, это еще не все. Кайф. Пока наращивать не буду. Но сейчас еду тоже кое-что сделать. Новенькое. Вот. Почему не... Сейчас пока я наращиваю. Это временно. По той причине, что я хочу отследить динамику роста волос. Тем более, много всяких процедур сейчас делаю. Потом расскажу вам. На самом деле, очень повезло. У вас есть мама и муж. Например, у меня мамы нет. Я считаю, что вам очень повезло. Но если вы себя чувствуете одиноким, то это нужно проработать на самом деле себя. Подруги не решатся проблемой. Кепок у меня реально очень много. Очень-очень. Около 60 штук. Обязательно сниму как-нибудь коллекцию. В Москве у меня, наверное, штук, ну, может быть, 15 найдется. А в Турции, хо-хо, завал. Надо будет их показать. Я их всех очень люблю. Итак, я нахожусь в рае для всех, кто любит изменить свою внешность за 5 минут. Это, конечно, хайр-шоп. Здесь можно приобрести волосы для наращивания, хвостики или просто трессы. Я хочу себе трессы. Взять. Качество классное. Свет сейчас подберем. Так что здесь хвостики и даже чел. Вы можете здесь и нарастить волосы, и здесь волосы на заколках, можно даже косички на заколках, хвостики, челочки, вообще все, что захотите. Вот, поэтому имейте в виду. И буквально для этого нужно, ну, сколько, 6 минут. И ты другая. Даже удивите мужа на какое-то романтическое свидание. Представляете, вы приходите просто другая. Здесь еще есть цветные прятки. Ну, в общем, чего только нет. Имейте в виду. Что, буквально 5 минут, и у тебя длинные волосы. Сейчас еще померяю косичку. А еще здесь хвостики, чего только нет. Вот, девочки, реально, измениться за 5 минут, это просто вот. Хорошо. Ловите секретики мои. Получается, я смогу сейчас и контролировать рост своих волос. Потому что, видите, у меня, ну, после ковида, реально, то есть, они сначала вылезли, потом начали расти. Вот это все растущие. Заново растущие волосы. Вот, но при этом все на съемке или куда-то на мероприятии я смогу быть с длинными волосами, как я и люблю. Вот сейчас мы еще косичку померяем, вот такую. Также можно вот такую косичку. Она на резиночке идет. Ее мне нужно немножко протонировать, ее можно выпустить. Из нее можно разные прически тоже делать. Ну, только ваш фантазий. В общем-то, и все, это самое главное, что вы можете делать дома. Еще мне сейчас покажут парики, и сейчас буду мерить. И, посмотрите, есть кониколоны различные. Я планирую седьмого числа себе прическу необычную сделать седьмого марта. Сейчас посмотрим, какие тут есть варики. Вау. Как я могла не применить парики? Здесь они тоже есть. Я темненькие примерила. Здесь сеточка, ее убирают, естественно. Это из натуральных волос парик. Здесь разные цвета, модели. В общем, делите, берите контакты. Девочки, здесь можно подобрать волосы даже под воротник. Я такую прятку взяла, разбавлять. Прикольно. Это уже у нас в шоу-руме. Примерила новые футболки. У нас большой выбор, а на самом деле длинные. Производство Корея. Джинсики вот такие классные. И яркие, сочные курты. Курточки на весну. Вы знаете, моя любовь к зефиркам. Такая курточки-зефирки на разных цветах. Как видите, там розовенькая еще. И костюмчики, конечно же. Все свежие такие цвета. Отличного качества. Кармашки. Хорошая такая длина. И модный сейчас вот такой воротничок. Вообще огонь. Мне очень нравятся эти цвета. Прям свежие. Сегодня вопросники меня спрашивали, как раз люблю ли я клетчатые рубашки. Я их обожаю настолько, что отшила в двух цветах для нашего магазина. Такие они на самом деле длинные. Можно завязать наши же леггинсы. Ну, рубашечки, конечно, огонь. Вот она, феечка. Вы посмотрите, что она сделала своими руками. Это же вообще... У меня была дубленка. Девочки, берите тоже на заметку. Вот у меня была дубленка. Я ее уже носить не хотела. Инга говорит, ты что ее не носишь? Я говорю, ну, мне нравится уже. Мне говорят, давайте я распишу. Посмотрите, что получилось. Это просто бомба. Вот сейчас кожаные курточки у кого есть, девочки. Обращайтесь к Инге. Она своими руками вот так распишет. Это нестираемая краска. Смотрится просто бомбически. Сейчас на себе покажу. Она такая скромненькая. Там она скромненько стоит. Посмотрите, как красиво. Просто нереально. Она даже портреты, кстати, ваш может нарисовать. Ну, я захотела Мишку. Вот дубленочка и на мне. Посмотрите, какая крутая. Вообще. Видео не передают, но потом еще раз сфоткаюсь. Все, что здесь написано, это мы сами придумали, что писать, собственно говоря. Смотрится круто. Просто вторую жизнь обрела моя дубленочка. А я ее вообще хотела уже кому-то либо отдать, либо, не знаю, уже не хотела ее носить, а теперь буду носить. Ну, просто, ну, какова мелотает. Я сама выбрала рисунок, книжка. Мне очень нравится, москиновский. И написи. Все мы сами продумывали. Ну, что у меня может быть, собственно говоря. Только все про позитив. И все яркое. Все, как я люблю. Пятый метод в гримерочке. Видите, что творится. А еще мы купили вот такие бигуди. Будем их тестировать. Потом вам расскажу, покажу. Это термо-бигуди. На самом деле, не какая-то новинка на рынке. Но на себе я еще не пробовала. Потом попробую, скажу. Сейчас вот на плойку просто завились. Все. Домой к мышке. Кто соскучился по мышке, голосуйте. Сейчас мышку вам показывать или нет. Ну что, на завтрак блинчики. Решила позавтракать в азбуке. Потому что готовить было для себя одну лень. Ну, и, конечно, как всегда, классика жанра и чай, кофе. Никогда не могу выпить что-то одно. Всем приятного аппетита. Как говорится, как день начнешь, так и продолжишь. В общем, с утра не могла определиться с ароматом. И взяла их два с собой. Это два моих сейчас фаворита. Монталь Роуз Маск и Флёр Наркотик. Это моя личная классика. Я обожаю просто. Это Монталь Роуз Маск. Я его прям много лет. Всегда вот как-то прихожу опять к нему. То есть я использую другие ароматы, но возвращаюсь к нему вновь. Потому что он очень классный. Надо, кстати, новую упаковочку мне заказать. Сейчас буду писать в магазин 3парфюмера.ру. Потому что у них я заказываю всю парфюмерию. Просто захожу к ним, пишу, мне нужен вот этот аромат. И они мне подбирают. Иногда они меня даже подбирают по моим ощущениям. Допустим, я говорю, я хочу что-то необычное. Они мне подбирают и всегда в точку. Но вернусь к аромату. Вот знаете, здесь сочетание розы, может быть даже табачного дыма и мускуса. Очень стойкий. Просто вот такого пшика хватит на целый день. Второй аромат. Это Флёр Наркотик. Вот когда хочется быть женственной, такой нежной, утонченной. Вот это прям вот фаворит мой. Он одновременно сладкий и горький. Здесь такие нотки личи, персика. Такой приятный, нежный аромат. Я вообще считаю, что эти два аромата можно совершенно смешивать. Я не могу выбрать, поэтому я два нанесла на себе. Ну и конечно, отдельное спасибо магазину 3парфюмера.ру. Лично мне надо сейчас дозаказать розмаск, потому что, слышите, вот заканчивается. Ну и естественно, всё я заказываю, всю парфюмерию я заказываю в течение нескольких лет. Исключительно в магазине 3парфюмера.ру. Во-первых, у них всё в наличии. Быстрая доставка. В каждом заказе идёт маленький подарочек, презент. Это очень тоже приятно. И у них строго оригиналы, исключительно оригиналы. Заходите к ним, смотрите в сториз, и всё у них в наличии. 3парфюмера – это мои друзья. Я обожаю этот магазин и вам тоже рекомендую. В последнее время почему-то у меня настроение кудри. Прям вот мне нравится. И только кто бы мог подумать, что раньше, то есть я когда куда-то на мероприятие собиралась, то только не кудри мне, только не кудри. Вот прям не любила. А сейчас прям обожаю. Мне такое, что это женственно, сразу какая-то миловидность придается. Как вы считаете? Мне вот кажется, всегда с кудрями как-то женщина становится милее и женственнее. Вот какая-то загадка. Почему так? Не знаю. На поляне, как всегда, красота. Снежок не потаял вообще. Каждый день смотрите на телеканале Ю. Два раза в день. Не пропускайте. Девчонки, к нам в пунжи.ру пришли новые костюмчики классика нашего собственного отшива. Лично отбирала ткань. Она идеальная. Смотрите, вот эти два цвета представлены. Есть еще графит, но его одену завтра и вам покажу. Посмотрите, это просто бомба. Брючки-палаццо. Кристи, нравится? Очень. Мне вообще огонь, девчонки. Матышка. Матышка. И вот это все. Матышка. Матышка. Убегает. Матышка. Матышка. Зелень вот на тебе одета. Да, зелень на мне. Свиночья, клубосятина, сахариками. Да ухо корочочек. Это про меня. Ну-ну-ну. Ну что, мы что на процедуру для волос? Знаете, после ковида у меня очень сильно не испортили. Сейчас восстанавливаю во всю. Естественно, не могла довериться в первый попавшийся салон, потому что нечем рисковать, скажем так. Вот поэтому еду к Ярославе, к своей любимой. Она мне уже восстанавливала волосы. И она делает тонировку безопасную, окрашивание самое лучшее. Вот, но, наверное, краситься мы не будем. А можно и будем? Сейчас он мне посмотрит, все скажет. Да, ну вот, помнишь, мы делали, вообще было все классно, идеально. Цвет хорошо был. Цвет супер, вообще все было идеально. Вот, а потом у меня вот, ну, ковид этот случился, вот это все набье растет. И вот хотелось бы полечить. Помнишь, когда мы восстанавливали мои волосы? Да. Тоже хотелось бы так же. Да. Сделаем абсолютное счастье. Это как раз у нас восстановление и внутренней структуры, и внешней. А выпадение уже рост пошел. Да, рост пошел, вот идет. Вот они, что, по всему миру. Если что, я дам тебе сыворотку, у меня шикарно это выпадение. Ну, а про тонировку, мне кажется, вот с прошлого раза, вот помнишь, когда мы тонировались? Да, я помню. По-моему, все, ну, было. Ну, смылась, ну, смылась хорошо. Хорошо смылась, да, я даже сейчас не вижу смысла тонировать, потому что хочется, чтобы вот это все под отрасом. Чуть-чуть подлее сначала, а потом уже с закрашиванием решим. Да, вот так? Да, классно. Супок на твяносо. Супок на твяносо. Моя любимая рубрика «Я в шапочке». За этот прикол я сейчас его приложу. Я не перестану его выставлять, никогда. Ну что, девочки, я для вас выпросила скидку Мирославы до конца февраля, минус 10%. Обязательно к ней приходите, особенно если у вас блонд, мы сейчас мне отращиваем для того, чтобы потом сделать такой, знаете, красивый, дорогой блонд, именно безвредный на краске. Ну, то есть она это умеет, она на этом специализируется. Зайдите к ней в профи, посмотрите ее работы. Ну, у меня, конечно, волосы стали поживее, такие сейчас прям, ну, до и после вы видели. Все, другое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Где ты их не наберешь? На Озоне. Оставляю вам ссылку. А сейчас пойдемте в торговый центр. Мне нужно купить себе обувь. Будете мне помогать. Погнали! Примерила железку на нижнее белье. Потому что, ну, как бы, имейте в виду свитер. И джинсы. Мне пойму, джинсы, вроде как, прикольные. Но вот нафига? Вот это что? Почему так? Вот здесь, ну как, это что? Короче, у меня прям настроение испортилось. Все, она мне плохо сидит. Роди жилетку взяла. Зашла, купила косметоз. И все. И все, на мне ничего не идет. Прям вообще. Как же я люблю распаковочки. Девочки, посмотрите, что у меня тут. Это же красиво. Пока неэффективно. Показать вам что-то? Ага. Это просто невероятно. Так, надо примерять. Я все померила, мне все идеально подошло. Сейчас приложу видео, и вы голосуйте, какой образ понравился вам больше всего. Ровно, молодец. Вот. Да, Тюма, езжай. Молодец, ровно, ровно. Ножки ровно. Если почувствуешь, что сильно разгоняешься, можно на бочок лечь. Одну вперед, одну в сторону. Вот так. Вот так. И переноси вес тела. Не к себе. Вперед. Вот так. Уже поцелуйчики отвешивает. Привет, мои дорогие. Я приехала в Селинклиник. Это клиника, где я себе делаю пластическую операцию по... в лечению груди у Вадима Сергеевича Бакова. Сегодня я сюда приехала обследовать свое здоровье. Ну, такая плановая проверка. И еще полечить свою кожу, потому что, вы знаете, у меня пигментация и сосуды после солнца. В общем, я всю зиму старалась восстанавливать. И сейчас продолжаю это делать. Покажу вам сейчас своего врача и уже результат, который мы добили. Чудесный аппарат. Называется BBL. Убирает пигментацию, сосуды. Но нужно делать курс. Вот наш любимый косметолог Наталья Викторовна. Здравствуйте. Какой вы? Больше 20 лет вы работаете. И со всеми проблемами... Вы много кого исправляли, я знаю. И вот меня тоже подправляем. Пробуем, я думаю, что все у нас. На мне специальные очки, потому что здесь вспышки такие. Украснение потом будет. Ну, буквально завтра уже ничего не будет видно. Далее идет такой второй фильтр. Он задействует более глубокие сосуды. Убирает их. К сожалению, на руках у меня тоже есть пигментация. И я решила сделать на руки тоже BBL. Потому что он реально против пигментации, против сосудов. Ну, идеально. Уже много раз я говорила. То есть сейчас я с процедурой ходу пешочком в салонной козе. Поэтому старайтесь ходить максимально часто с пешком. Вот, обожаю. Девчат, какие у нас в магазине классные курточки двухсторонние. Она с одной стороны леопардовая такая, с другой стороны черная. Сейчас переодену, покажу вам. И костюмчики наши. Это наш собственный отшив. Они очень мягкие. Приятные к телу. Ну и в леопарде тоже очень круто смотрится. Может, ну, в смысле, это та же куртка, чтобы вы понимали. Вот. Вторая ее сторона. И вот костюмчик сам. Ну, костюмчик, вы знаете, я в таком же летаю постоянно. Самый мягкий костюм на свете, наверное. И вот еще в таком варианте есть курточка. Тот же костюм на мне не стала переодевать. Хотя у нас есть разные другие оттенки. Ну, тушка классно смотрится. Ремешок я не одела в данном случае. Можно курточку просто вывернуть. И витинка мягкая. Она прям вообще супер мягкая. Курточка наизнанку. Ремешок тоже обратите внимание двухсторонний. Это очень удобно, что можно играть как бы с образом. И воротничок. Вообще класс. А какая она мягкая. Просто не девочка. Девчат, ну еще покажу наши костюмчики. Очень крутые. Просто бомба. Посмотрите, какая крутая посадка. Это уже трехнитка. Такое начало весны. Завышенные брючки. Кофта такая умеренная оверсайз. Классно смотрится. Еще курточки у нас есть в тон. Как круто смотрятся курточки в тон. Вообще огонь. Такие все зефирки. У нас они все мягкие. Просто ткать. Здесь еще клепочки на этой куртке. Как я уже говорила, у меня есть телеканал. Там буду писать больше. Но сегодня я подписывалась от некоторых блогеров, которые просто вселяют не то что панику, а войну между народами. То есть они пишут, что мы друзья, мы не друзья, ребят. Допустим, я наполовину русская, а наполовину украинская. То есть вот это моя сторона. Я друг себе, а вот это не друг. Или что? В общем, я это очень сильно не люблю. Я это очень сильно не приветствую. И все, что я буду видеть и считать это неприемлемым, я, конечно, буду все это блокировать. Что я хотела донести, что мир начинается внутри себя в первую очередь. Если вы за мир, тогда начните это транслировать, а не разжигать неприятие, непринятие друг друга. Мы все люди в первую очередь. Совсем скоро стартует гиф. Мы будем дарить подарки. Вот, сейчас буду переодеваться. Как говорится, всегда нужно уметь жить позитивно. Вот это на самом деле только от нас зависит. Ну все. Ребят, посмотрите, какое классное платье. Сшили по моим меркам, доставили так быстро. Вообще, мне очень нравится. Ателье просто огонь. Уже несколько платьев не убрала и все время максимально, все шикарно. Очень многие говорят про толерантность в нашем мире. Я сейчас расскажу вам историю, которая с нами происходила в Праге, когда я праздновала свой день рождения. Переходите на мой телеканал. И вот, мое мнение у нас здесь. Еще раз всем доброго вечера. Уже не могу себя настроить на позитивный лад. Вот, ну никак. В общем, я очень стараюсь быть позитивной, ну, как себя получается. Наши звезды, звезды наши. Звезды, но вы чего молчите? Звезды, где звезды? Не вижу звезды. Звезды, вот звезды, вот это звезды. Вот это звезды, да, вот они красавчики. Раз, два, три. Кристина Сина, налей молдавского вина. О, письмо, письмо. Смотрите на эту девочку. Закапала ей глаз, все, он вымывается. А я закапала глаз, все, гелем замазала, и все. Все, теперь. Ну, я смотрю, дом 2. В общем, каждый день, когда нам нужно пойти в магазин, или вот сейчас, как я веду, на завтрак, в обед, но тем не менее. Так вот, мы делаем это не таким образом, а вот таким. То есть пробежаться, ну, хотя бы минут 15. Ребята, я сегодня так выспалась, и знаете почему? Вот я выбрала телефон в сторону так далеко от себя, чтобы я не могла даже посмотреть время. Дело в том, что у меня там мои, скажем так, коллеги, с которыми мы отшибаемся, то есть они мне могут прислать с утра ткань, допустим, в 5 часов утра или в 6 часов утра, потому что у них день, они в ней просиживают. И я, то есть, уже начинаю включаться мозг, я уже начинаю работать, я не могу потом уснуть. И не высыпалось какое-то время, а вот сейчас я поела секрет, убираем, теперь будем подать. Ну что, завтракаю я в кафе по одной простой причине, потому что себе мне готовить очень-очень день. Сейчас позавтракаю и поеду за книгой в торговый центр, а потом на работу. Всем хорошего дня! Ну, как говорится, работу никто не отменял. У нас в магазине такие рубашки. Я вот сейчас думаю, стоит ли их отправлять на Вайлборис или нет. Я вот в синим. Ну, если есть синюю бежу, я взяла они в двух цветах. Очень классные. Просто не знаю, на Вайлборис надо или все мы продадим через магазин. Как вы считаете? Ну что, у меня сейчас будет распаковочка. Один костюмчик я уже распаковала и одела. Вот он на мне. Посмотрите, какой крутой. Плюшка. Это комбезик. И сейчас покажу вам еще, что там у меня есть. Такой классный костюмчик. Очень мягкий, теплый. Капюшон такой прям вау. Класс. Девочки, открою вам секрет. Костюмчики можно заказать также на Вайлборис. Будет со скидкой и бесплатной доставкой. И с примеркой. Переходите. Вот ссылочку вам оставила. Очень классные костюмчики. Родка прекрасная, тепло. Ой, какие красоточки наши. У нас на проекте самые красивые участницы. Броны и сигареты рассаживайте, пожалуйста. Ну, девчонки, у нас все красотки. Просто парням повезло. У нас у Артемчика первая монополия. Сейчас будет рассказывать. Вот это очень круто. Ему повезло. С моей мамочкой, с Тимурчиком. Сейчас я объясню правду. Сейчас все будет понятно. А, это максимально? Да, и нам тоже поможет. Может, обязательно Давидик. Обязательно. А 500 нет. Так, ну что, все готовы? Артем готов? А мой день не раздала. Короче, я все время говорю, карту банка. Она все время поправляет банковскую карту. Не могу уже пятый раз рассказать историю. Так вот, история. Когда я летела сюда, я в аэропорту Домодет. Короче, рассказываю. Когда я летела из Турции в Москву, я в аэропорту потеряла карту банковскую. Банковскую карту я ее потеряла и нашла подпи... Ну так вот, продолжаю. Нашла мама нашей подписчицы эту карту. И вот насколько хорошие люди все-таки. Все-таки хороших людей намного больше. Она вернула эту карту, отдала эту карту на стойку информации для того, чтобы нашли хозяина. Я всегда делаю точно так же. То есть у меня было, что я и находила и права, и комет находила, и карточку тоже денежно находила. Я всегда кому-то отдавала, тому, кто мог бы вернуть это хозяину, с кем бы могли связаться. А я вообще думала, что это как карта в какой-то из сумок. И вот когда узнала информацию, все-таки еще раз поняла, что на самом деле хороших людей намного больше. И слава богу, что мы с ними сталкиваемся. Поэтому любите людей. И спасибо огромное нашей подписчице, что вы такие хорошие. Просто представляете себе, это аэропорт Шереметьево. И никого. Ни одной очереди, но очень мало людей. Просто никого. Продукт. Никого. Достатки. Наконец-таки я на месте. Смотрите, вот они все. Трансферы. Компания VIP-трансфер. Собственно говоря. Не одни мы их выбираем. Это самое лучшее явно. Табличку меня встретили. Чемодан понесли их. Красно молодцы, ребята. И, конечно, здесь есть Wi-Fi внутри. Сейчас подключу, потому что симпатичку я опять не стала вставлять. Все, а есть так много гнев. Неплитки еще есть. Дорогие друзья, мы сегодня решили встретиться с нашей командой Панцерский хаос за чашечкой кофе. Наши ребята, да. В общем, на берегу моря. Погодка, кстати, сегодня какая-то не прям солнечная. Но тем не менее, бриз такой прекрасный. Как-то у нас самое любимое. Это картошка, просто картошечка. И маленькие помидорки. Да, Давидосик? Это самое любимое. Продолжение следует... С самого утра, с 8 утра я варю холодец. Купила костный бульон, купила кости различные из говядины. В мясо добавлю куриное. Ну, вот я так люблю. И забыла лука, чеснок купить. Сейчас пойду в магазин. Вот и деток встретить с трансфером. В общем, бульон уже варится у меня с 8 утра. И сейчас уже пол пятого. Ну, я считаю, что чем больше, тем лучше. То есть уже даже кости такие, знаете, разошлись. Пожмем потом, что получится. Форму можно в маленькие формочки заливать. Тогда он будет, знаете, такой более ровненький. Мы отрезали. Вот. Рецепт, в общем-то, всего будет. Всем приятного аппетита. Так, показываю вам бульон, который получился. Там зелень, лук. Сверху я бросила курицу, которую я варила полтора часа. Это у меня такие маленькие листики лаврушки. К сожалению, у меня такой маленький жирок лишний уберем, чтобы он потом не застывал. Тут был такой прозрачный бульон. Вот эти все хрящи, кости. Это тоже все потом убираем. Так, ну что, заготовочки все готовы. Бульончик. Надо его заливать. Вот такой красивый хлопец получился. Ведь себе из жира сверху есть немало, тщательно. Вот, со стороны вот такое. Можно другое блюдо. Можно сразу в порционные тарелочки. Тут на ваш выбор. Мы будем так отрезать. И переворачивать. Курция будет смотреться на человека. Ну, кто будет на него есть. Тут и страна. Точке хочу вам показать еще наши рубашки в бежевом цвете. Он показывал уже в синем. Можно носить по-разному. Смотрите, как классно. Можно с бодиком. Можно рукавчик подвернуть. Можно выпустить. Можно завязать рубашку. Можно застегнуть с каким-то или шортами. Или даже на платье можно одевать какое-то. Можно завязать. Можно застегнуть. И вот таким образом. Классно. Рубашечки и качество огонь. Смотрите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хочу приготовить блинчики. Кстати, кто не знает, в Турции сода выпят. Вот так, примерно. То есть мука, два яйца, растительное масло, молочко и кипяток, что понадобится, поехали. Начинаем взбивать, можно обычным веществом, например, такой скрытый. И постепенно вливаем молоко. Вот кученьки, молоко должно быть только полностью эсимплажным. Здесь 50 грамм, здесь не устанавливаем. Здесь 250 грамм у меня уже молока, добавляю также воды. В микроволновке растопило сливочное масло. Я уже сюда в наше блинное тесто добавила муку. Все еще раз перемешиваем и уже будем готовить наши блинчики. Первый блин вполне неплохой. Второй блинчик у нас. Иван сказал, что я неправильно блины жарила. Сейчас он покажет. Вот что значит профессионализм. Давай. А кто сказал, что неправильно, и кто сказал, что правильный? Папа сказал, что я считаю неправильно. Блин. Вау. Ну реально у тебя лучше получается. Все. Так ты тряп мне это показал. Теперь только ты будешь жарить. Теперь мне об этом давай. Ну и теперь посмотрим, что дальше получится. Ну я считаю, что там много... Во-первых, конечно, плиту отмывать. Как минимум. Почему? А это что? Что? Кубан. Это ты. А, ну ладно. Окей, хорошо. Слушай, если бы у тебя... Дорогие друзья, жители города Нур-Султан и Алматы, мы едем к вам. У нас состоится семинар в ваших городах по поводу приобретения недвижимости в Турции, в городе Алане. Друзья, 20 и 21 марта мы ждем вас в городе Нур-Султан в гостинице «Хилтон». И также 26 и 27 марта в городе Алматы в гостинице «Интерконтиненталь». Попасть на семинар можно исключительно по предварительной записи, поэтому пишите нам в директ, мы вас обязательно запишем. Едем к вам, я и Диана. Друзья, семинар будет поистине уникальным. Новые предложения, самые горячие объекты, бонусы, скидки и подарки от наших компаний, поэтому не пропустите. Мы дадим вам полную информацию о жизни и покупке недвижимости в городе Алматы. Цены у нас исключительно от застройщика. Еще раз хочу подчеркнуть тот момент, что именно на таких семинарах все самые горячие предложения вы увидите первыми. И, конечно же, будут приятные бонусы. С нетерпением ждем личной встречи с вами. До встречи. В салатных листиках нашла вот такую улиточку, а салатные листики у нас лежали в холодильнике, блин, несколько дней. Ты там, наверное, замерзла, моя сладкая, да? Отогрелась. Сейчас я тебя выпущу на улицу. Такая сладкая вообще. Позирует же еще, деловодрик. Деловая. Бота. Ты такая хорошенькая. Вообще прям милейшая. Пожди сюда. Если будешь танцевать с ним. А попробуем че звук как сделать? Сейчас покажу. Сейчас гаджелочки танцую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дети на тренировке Мы с Сергеем Ивановичем тоже решили не отставать Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Ну что, пришли сделать биоветрализацию Сульмиры Тем более везде наши люди, вот Сашулька нас всегда спасает Да, и кстати, перманент уже вы можете к ней обратиться и сделать в Алане, район Махмутлар Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok И полезно, и полезно и полезно, и вообще очень, прям, это один из моих любимых рецептов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро, мы с тележечкой, с моей боевой подругой выходим на охоту, на переездной рынок, на линии Еще не все открылись, потому что они только расставляются Вот такие идеальные маленькие огурчики, полтора килограмма, на русский сто двадцать килограмм У местных, именно в таких лавочках, они сами выращивают, просто эко Иван, пять лир и такой большой шпинатик Смотрите, какой кустик свеженький, с огородика Вот эти садовые яблочки, очень вкусные Шесть килограмм Кусть картошки там была Еще мне обтулили вот эти груши, они говорят, очень вкусные Пыталась меня заставить попробовать, но в дом попробую же Страшненькие, но вкусные, они как-то немного их на пять лет накладывают Довидьковские самые любимые, маленькие эти помидорки, они прям сладкие И вот такой розовый, который я еще взяла И еще тоже малыши Какой красивый лучок, вы посмотрите, сейчас я его возьму без лучей Мараба Мараба Лис, ванзис и лимон Ну и конечно, здесь миксированного софа, цитрица Ванзис Вот только посмотрите, у меня что-то веточки отрезан Посмотрите, какой сырье свеженький Это же вообще Ну, всякие вот такие вкусняшки, кто любит оливки Как вчужается все домашние Ну, конечно, все-таки оплотничка Я взяла капитик Здесь подешевле У нее очень пополнилось Какая красивая капусточка Посмотрите, у меня уже не помещаются У нее уже руки все заняты, тележки все забиты Решила вернуться за этой капустой Потому что я ее как увидела, захотела бы выбиться во всего-то не зла И второй пошел мне заход Ромашку брала в чай Ну, возьму на кухню какой-то пакетик Вот такой Вот Не знаю, как выбрать Выбрала вот этот пакетик Красивый такой, весенний Вот много Ну, что Здесь у нас помидорки И вот такие И вот бананы Свежайшую Ромашку для чая Яйца домашние Кругничка Вот Лимонная Врушит эту страшную ночь Так вкусную Попробую Огурочки идеальные, считаю Здесь у меня еще редис Имбирь Круг свеженький Картошка Красивая Яблоки Очень вкусные Все вместе Около 190 лир Но я не торговалась То есть можно подешеврить все этим Решила взять себе еще вот такие две лепешечки нам на завтрак Вроде пока спит Я сейчас возьму лепешку Сделаю менлимен Из всего свеженького Класс Лука После белой ветеррализации Да Ну и самый простой рецепт Минимай на Кучу Томим с помидорками Потом добавляем бельцо Соль, перец Все Очень вкусно Ребят, знаете, что я заметила? Вот я всегда отбеливаю полосочками Oral Pro зубы Я раньше думала, что я отбеливаю только свои, чтобы они с винирами были одного цвета Но я заметила, что виниры тоже красятся Вот после кофе или после красного вина, например Они тоже темнее И вот полосочками Oral Pro я уже не только свои отбеливаю Ну и, конечно, это, ну, прям, разница на три тона Просто, ну, вот у меня В моем случае А оно еще и виниры очищают тоже Потому что я прямо это заметила и удивилась Кстати, есть вот такая вот штучка Можете замерить свой цвет Вот видите, у меня сейчас последний Ну, эффект накопительный А был у меня вот эта семерочка Ну, то есть Вот, так что Главное использовать именно На постоянке, если вы свои хотите отбелить А виниры, они прям с первого раза сразу После первого использования Белоснежными становятся И еще немаловажно заказать, конечно же, оригинал Оставлю вам ссылку, где я заказываю Выходила я 30 минут Снимаю А остатки потом Рудной щеткой Вычищаю И зубки будут идеально белые Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот это небо! Это необычный Это прекрасно! На вечер сегодня решили заказать суши в своем самом любимом сервисе И кстати мы узнали что завтра у ребят в честь 8 марта будет подарок Каждому заказу от 250 лир Philadelphia Light в подарок поэтому пользуйтесь ссылочкой у них правда очень вкусные гунканчики вот эти острые и классические роллы вообще вкусняшки а еще кстати попробуйте обязательно их запеченные вот раз мы не стали заказывать просто мы столько не съедим вот но вообще у них вкусняшка оставляю ссылку а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Диана, что у тебя? Субтитры сделал DimaTorzok Диана, что у тебя? Субтитры сделал DimaTorzok Диана, что у тебя? Субтитры сделал DimaTorzok Скоро я стану супер шестой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем доброго дня! Катю Колесниченко заблокировали Она теперь вот на этой страничке Переходите, кто ее потерял Ловите контакт с новой страничке Катя коллега моя по Дому-2 Бувшие участницы Это что не помнит Горы тают Поэтому речки Сейчас там бурлят Река падает Река обучает, падает в море Вот и поток Ребят, напоминаю, что страничка у меня закрытая Многие там Кто пишет, что впусти Ребят, я сейчас никого не добавляю Кто со мной, тот со мной сейчас Много людей я не добавляю Поэтому мы с вами Стараюсь вас как-то Радовать по мере возможности Спасибо, что вы со мной Прибежала домой Гуляя с Серегой и Давидиком Сегодня Давидик в школу не пошел Потому что у него немножко горлышко Что-то заболело Оставили дома понаблюдать Сейчас встречу Темика и вопрос к вам Поснимает ли вам морюшко Хотите сегодня море терапию или нет Голосуйте Какая тут у меня красотка Вы посмотрите Просто Дала ей кусочек мяска Она прям Моя девочка Что ж ты поздно пришла Уже все съели Смотрите как она прям Ой, ищет еще Что, тебе еще заказывать что ли, а? Моя девочка Моя девочка Моя девочка Моя девочка Марта Моя девочка Моя девочка Ну, я aceite Моя девочка Моя девочка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вот, и пытаемся, пока подражания у нас нет В общем-то я этому безумно рада, прям сегодня первый день за долгое время начался с хорошей новости Субтитры сделал DimaTorzok 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 Своих подписчиков Удачи, мои дорогие! Но тем не менее, вот это видео выложу в Telegram Через, наверное, минут 15-20 Потому что я там только что выложила другие видео И вот вы в комментах потом напишите, как было лучше Вот сейчас И как там было, вы сейчас увидите В Телеграме и ВКонтакте я только написала, что детки должны сами помогать Что ты там прислушиваешься? Вот он, пожалуйста, делает бочки себе и брату Да, Тёмик? Да Потому что важно, чтобы мальчики были самостоятельны Пусть накрошит Пусть там, я не знаю Даже что-то разобьет, ничего страшного Главное, что он делает это Конечно, самому легче сделать И потом это все Кстати, он мне обещал посуду промыть, мой сладенький Да, мой сладкий? Да Пусть там 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 И вот В семь дня Я пришла на такое мероприятие Сейчас будем писать акрилом красота у нас получится потом девочка-художник приезжает из анталии специально так промежуточный момент фон готов сейчас будем фламинго писать что покажу сейчас результат таро такой красоты почти похоже получилось так что обращайтесь девчонку смело приходить на мастер-класса вкусно покушать и детками можно вон мои сидят играла тоже переставали и нарисуйте себе на память с такой красотой